Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 февраля и сегодня я последний раз покажу вот этот лоток до пикировки ботяни. Вот видите, один вот этот сурт, который сильно вытянулся, завтра буду пикировать. Напомню, что сеяла 23 января. Им сейчас вот этот 13 день после посева рассаде 8 дней. В 8 дней, видите какая разница, 8 дней рассаде короткие выглядят вот так. Толстоногие, не толстоногие выглядят совсем по-другому. Обратите внимание, что выращиваются в одних условиях, все семена были посеяны сухими, необработанными. Это просто характеристики сорта. Это не из-за того, что, когда в прошлом году я показывала вот эти отдельно высаженные лоток один, толстые, толстые, и очень много комментариев пришло. Чем только их не кормили, их перекормили, они жируют и все другое. Но вы видите, они сразу, даже после рождения, через несколько дней, они уже становятся толстыми. Это характеристика сорта. Это не заслуга хозяина, что у него такие красивые, крепенькие, толстенькие. Вот видите, в одних руках есть и крепенькие, и толстенькие, а есть вот такие дрыщи стоят. Вот их я буду завтра пикировать, чтобы маленько притормозить. Короче, этой рассаде 8 дней. Для того, чтобы сравнить, как ведут себя толстоногие, видите, и не толстоногие, мы сейчас сравним. Вот эта взошла 3 февраля, 4 ей день, сегодня 5, но ей 2 дня выходит, значит. Вы смотрите, какая рассада толстоногая в 8 дней. Подальше отойду. Видите, 8 дней. И какая в 2 дня, какая выше. Эти маленькие такие, ну такие компактненькие, это 2 дня. И еще у нас нынче очень плохо, плохие условия для выращивания, плохие чем, что дома очень жарко, дома очень тепло, у меня нет холодного места, чтобы поместить их. Вот у кого есть такая проблема, что вытягиваются, нужно сразу после всходов поставить их в такое прохладное место, чтобы им не захотелось, не было вольготно, не захотелось сильно расти. Вот сейчас тепло им, они прут вверх, но я их буду пикировать на ранних сроках тоже. И если посмотреть весь лоток, хочу сказать, видите, видно, все всходы очень равномерные. Это вот высокорослые, я уже говорила, тут у меня все и чудо земли, и ботяня, и... Ну вот, для теплицы, для теплицы с подогревом, но именно те, которые вытягиваются, которые я посеяла во вторую волну. Вот это был первый посев, 23-го, а эти через неделю. И те, которые посеяны через неделю, но которые по жизни вытягиваются сразу, они уже обогнали вот эти всходы. Видите, у них разница в неделю. Те, которые меньше, посеяны раньше, те, которые выше, посеяны позже. А получается наоборот. Эти маленькие, компактненькие, а эти вот уже какие. И вы понимаете, тут уже сразу становится ясно, стоят на одном стеллаже при одной температуре. Вы понимаете, что это зависит не от условий выращивания, не от того, что одним хорошо, другим плохо растут в одних условиях. Просто эти, они в них генетически заложены, эти свойства. Они не склонны к вытягиванию. А в этих то же самое заложены свойства, но противоположные. Они склонны к вытягиванию. Их очень редко можно получить из них ту рассаду, о которой мы мечтаем. Чтобы была коренастенькая, чтобы была толстенькая. Они, если изначально выведены как двухметровые, он и старается томат сразу вытянуться. Конечно, можно создать условия. Некоторые умудряются, ну как только появятся петельки в холодной, надо ночью опускать, днем, чтобы было чуть потеплее, ночью похолоднее. Но у меня нет таких условий. Я говорю, что я в доме не могу найти им холодное место, тем более столько холодных мест. У меня сейчас вот 4 лотка, у нас тепло на улице 0, дома 25-26 градусов, и мы понизить не можем. Эта температура у нас равномерно так и держится. И вот поэтому такие. Все, это я вам просто сравнила. Я говорила всем, что буду показывать, как ведут себя в рассаде толстоногие, и как ведут себя вот эти. И это как раз вот такое состояние, вот эта сильная разница, она и объясняет мои действия, вот те, что я сначала вот эти сею, которые без проблем, которые, их можно и позже будет передержать, их можно и позже распекировать. Они не доставляют никаких проблем хозяину. Видите, какие коротышечки, вот, прям если с ботяней сравнить, в один день посеяны. Вот эти вот, прям красотища. Они будут еще дальше толстеть, они сейчас будут не в высоту, а в ширь. И вот поэтому я эти сею раньше, а этим даю отсрочку на неделю. Но даже после недельной отсрочки они умудрились у меня перегнать вот эти первые посевы. Но расти они будут в одной теплице, просто я сразу говорю, что с этими придется помучаться, похлопотать. Все, кто выращивает высокорослые, они знают, что они вытягиваются. И дальше в рассаде они будут стараться огромную длину нарастить, даже когда они будут взрослые, они же в высоту очень высокие. Ну вот, это обзор на 5 февраля, мои первые посевы. Чтобы не было лишних вопросов, сразу скажу. Это только, это не массовый посев. Для получения суперраннего урожая, для теплицы с подогревом, не просто с подогревом, а с двойным. Там, где мы в прошлом году осенью установили подогрев грунта, греющим кабелем, и где у нас до этого висел наверху инфракрасный обогреватель, то есть эта теплица будет греться с двух сторон, будет воздух обогреваться и будет грунт обогреваться. Я посеяла так рано, потому что планирую высадить. В прошлом году высаживала 26 апреля, а нынче планирую высадить на 3 недели раньше, то есть 2, 3, 5 апреля. Так что к этому времени она должна быть нормальная. Всё, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok